Давайте возвращаемся к нашей большой, серьезной работе. Наш кружок, в общем, был посвящен в основном комбинаторике, в это полугодие так получилось. У нас было много отчислов Фибоначчи, отчислов Каталана. Так вот, сегодня я не побоюсь рассказать вам такую историю. О том, как числа Каталана связаны с перестановками. Значит, сразу скажу, это придумал замечательный американский математик и программист Дональд Кнут. И я очень хорошо помню, когда первый раз мне это рассказали, я был совершенно удивлен тем, как все это делать. Потом придумал такое довольно трудное доказательство. И только по прошествии действительно большого времени я понял, что на самом деле в общую идеологию чисел Каталана все это замечательно вкладывается. И, соответственно, научился это легко решать. Сегодня вам предстоит много задач о перестановках. И главное, это не лениться и действительно себе в тетрадь все перестановки, которые я записываю, аккуратно выписываю. Итак, с чего мы сегодня с вами начнем? С того, что такое вообще перестановка. Если у нас есть одно число, один, то, собственно, перестановка одна-единственная. Вот она единица и единица. Если чисел два, то один-два или два-один. Если у нас три числа, один-два-три, то ситуация, конечно, изменяется. Вдруг один-три-два появляется. Два-один-три, два-три-один, три-один-два и, наконец, три-два-один. Во-первых, надо просто знать, сколько всего перестановок. Здесь перестановка, разумеется, одна, здесь перестановок две, здесь шесть. А сколько существует перестановок на четырех элементах? Много, я понимаю. А сколько? 24. Почему? Кто-нибудь умеет объяснять, почему 24? Да? Потому что когда мы будем обратно, один, два, два, шесть, потом обратно, то есть, то есть, то есть, не то. Повторяю вопрос. Я сейчас, разумеется, их все выпишу, но до этого кто-то умеет объяснять, почему перестановок на четырех элементах 24 штуки. Да? Это 4 факториала. 4 факториала. Замечательно. Осталось объяснить, что такое факториал и объяснить, почему это 4 факториала. Факториал – произведение всех чисел от единицы до этого числа. Это верно. Да, спасибо. Это действительно так. Факториалом числа называют произведение всех чисел от единицы до этого числа. А почему перестановок на n элементах n факториал штуки? Потому что на первой части мы можем доставить... Давайте выходите к доске и попытайтесь это объяснить. Видно, что вы иди узнаете. Потому что вот у нас есть n значное число. На первой... Не обязательно n значное число. n может быть больше 10, там, он будет очень большим. Поэтому это не обязательно число. Просто числа от 1 до n выписанное в каком-то там непонятном порядке. На первое место мы можем поставить n цифру. На второе место мы можем поставить n-1 цифру. На третье n-2. И так далее до единицы. И с каждым может сочетаться. То есть нам надо умножить n на n-1 на n-2 и так далее. Спасибо за это. На самом деле вы сказали действительно все правильно. Ребята, посмотрите, внимание. Вот, когда мы выписывали перестановки на трех элементах, смотрите, что у нас было. Здесь вот единица стоит на первом месте, а дальше 2 и 3. Здесь двойка стоит на первом месте. 1 и 3 дальше. Здесь тройка стоит на первом месте. Сейчас я выписываю перестановки на четырех элементах. И смотрите, что вы сейчас увидите. Значит, поехали. 1, 2, 3, 4. Это один раз. 2, 1, 3, 4. 3, 1, 2, 4. И, наконец, что? 4, 1. 1, 2, 3. Господа, здесь вот в этом столбике будут все перестановки, в которых на первом месте стоит четверка. Здесь все перестановки, где на первом месте стоит единица. Вы понимаете, что вот в этом столбике перестановок будет столько, сколько можно, сколькими способами можно числа 2, 3, 4 переставлять. Правильно? Поэтому здесь будет 6 вариантов. Мы же эти все 6 выписали. То есть я черчу. Здесь 6 вариантов. Вот они сейчас окажутся здесь. Здесь я буду переставлять числа 1, 3, 4. Здесь буду переставлять числа 1, 2, 4. И, наконец, здесь 1, 2, 3. Смысл очень простой. В каждом столбце 6 перестановок. Пожалуйста, это сделайте. Обратите еще внимание. Я опишу эти перестановки непроизвольным образом. Что я делаю? Вот сейчас 2, 3, 4. Напишу 2, 4, 3. Здесь напишу 1, 3, 2, 4. Догадываетесь, что это означает? У меня вот эти вот числа идут в порядке возрастания. Это называется словарный порядок. Или, кто любит более ученые слова, лексикографический порядок. То есть так, как в словарях, в энциклопедиях, понимаете, да? Слова в порядке. То есть сначала смотрит на первую, потом на вторую. Итак, здесь у меня будет 1, 4, 2, 3. И здесь 1, 4, 3, 2. Все. Первый столбец я выписал. Теперь 2, 1, 4, 3. 3, 1, 4. 3, 4, 1. 4, 1, 3. 4, 3, 1. Это очень легкая работа. Надеюсь, что самостоятельно вы сейчас, даже не глядя на доску, это выпишите. Хотя потом советую проверить, чтобы у вас было без единой описки все совпало бы с доской. И меня проверяете. Я тоже могу ошибиться. в любой момент в любой момент. Итак, я здесь 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1. Недолго осталось. 3, 1, 2, 3, 2, 1. Все. Вот они. Все перестановки на каком количестве элементов? На 4. На 4 элементах. Так вот, господа, есть много очень интересных комбинаторных задач. Вообще, огромное, действительно, огромное количество интереснейших фактов можно рассказать, именно рассуждая о том, какие бывают перестановки, как они там между собой. Между прочим, перестановки можно умножать. Все знают, что такое умножение перестановок? Жигулы умножения чисел вы, безусловно, знаете. А что такое умножение перестановок? Не знаете, а могу сказать. Вот смотрите, представьте себе, что у вас есть какая-то перестановка. Ну, я не знаю, 3, 2, 1, 4. Есть такая перестановка? Да. 3, 2, 1, 4. И какая-нибудь другая перестановка? Сколько? 4, 1, 3, 2. Замечательно. Вот давайте эту перестановку обозначим А, а вот эту перестановку обозначим П. Давайте подумаем, что означают слова перемножать перестановки. Вот посмотрите, как можно себе представлять. Можно себе представлять картинку вот так, что вот есть у нас числа 1, 2, 3, 4. Единица переходит вот сюда, двойка сюда, тройка сюда, а четверка сюда. Такая операция, ну, такой человек, который, не знаю, кидает вот это сюда, кидает это сюда, это сюда, это сюда. Замечательно. И здесь то же самое. Посмотрите. Это можно себе представлять вот в таком виде. В виде таких вот стрелочек. Представили? Ага. Отлично. А теперь внимание. Что нам мешает взять и нарисовать такую картинку? Сначала вот эту систему стрелочек, а над ней вот эту. Можем? Да. Можем. Поехали рисовать. Значит, итак, я рисую 4 точки, под ними рисую 4 точки, и здесь рисую операцию А. Главное мне не запутаться. Главное мне не запутаться в точном перерисовывании этих стрелочек. Вам я нарисовал правильно? Да. Отлично. А теперь я рисую операцию Б. Это же то 4 точки. И смотрите, какая история. здесь вот так, здесь так, здесь так, и, 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 и вот так. Значит, из единицы идет вот так вот, из двойки идет самый край. По-моему, я все правильно перерисовал. Замечай. А теперь внимание. Я же могу не смотреть на вот этот центр и представить себе, что мы идем по веревочке вот так. что у меня тогда получится? Вот давайте я рисую эти верхние 4 точки. Рисую эти верхние 4 точки. Рисую нижние 4 точки. А промежуточный вот этот этаж не рисую. Тогда у меня получится, видите, здесь оно шло, а в результате получается сплошная линия такая. Замечательно. Теперь отсюда что идет? Сначала в конец и потом то есть реально в конец. Так, прошло. Теперь мы идем из третьей в самое начало и наконец из четвертой сюда и сюда. Ну, разумеется, в оставшуюся, потому что понятно, что в каждой точке начинается одна стрелочка и в каждой точке заканчивается одна стрелочка. Это действительно перестановка. А теперь смотрите. один, два, три, четыре. Ну, и здесь я, естественно, пишу один, два, вот. Получилось, что произведение вот этой и этой перестановки является вот такая. Кстати, тут есть еще одно добавление забавное. Ребята, я нарисовал А снизу В сверху и разумеется, когда вы вводите определение произведения перестановок, то вам нужно как-то зафиксировать. Вы будете первый множитель рисовать снизу или сверху. Но вообще говоря, никто не мешал мне сделать наоборот. Согласны? Вот. Давайте подумаем. Если я перестановку А нарисую наоборот сверху, а перестановку В снизу, то смотрите, какой получится эффект, какая получится картинка. Какая получится картинка. Я сейчас обязан быстро нарисовать А. Так, пожалуйста, меня контролируйте. Пожалуйста, меня обязательно контролируйте, потому что... Стоп! Не здесь я нарисовал. Я ее скопировал, а должен был наоборот скопировать не сюда. Извините, пожалуйста, я пытался скопировать, а надо было копировать вверх. Копировать вверх это включает вот эту нижнюю картинку я должен скопировать вот сюда. Теперь я справился. Так, теперь наоборот. Верхнюю картинку надо скопировать сюда. Так, отлично. Теперь пишу здесь 1, 2, 3, 4 и прослеживаю. Здесь получается 1, здесь 2, здесь получается 3, и здесь получается 4. Господа, мы получили совершенно неожиданную ситуацию. 3, 1, 4, 2, а здесь 4, 3, 1, 2. Что это означает? Это означает, что для перестановок привычное вам из школы правило, помните, от перестановки мест множителей произведение не меняется, да? Так вот, это только для чисел такого. А перестановки иногда А, Б равно Б, а такое тоже бывает. Смотрите, если вы 1, 2 переставляете, и 5, 6 переставляете, то неважно, вы сначала 1, 2 переставили, потом 5, 6, или сначала переставили 5, 6, потом 1, 2, да? Такое бывает. Ну и раз, другие ситуации. Но, бывает, что от порядка множителей произведение зависит. Мы с вами взяли две случайные перестановки на четырех элементах, и вдруг получилось, что в одном порядке их перемножаешь, получаешь 4, 3, 1, 2, в другом порядке их перемножаешь, получаешь 3, 1, 4, 2. Так, ребят, чтобы вы совсем поняли, что эта вещь действительно интересная, а не просто какие-то цифры, которые на доске написал, давайте я вам еще расскажу историю о великом немецкой математике Артене. 20 век Германия, военный разгром произошел, и огромное количество интеллигенции, в том числе и замечательный немецкий математик Артен, остались, что называется, в разоренной стране, в общем, Вторая мировая война была совершенно чудовищной, в том числе для Германии, и чтобы найти хоть какую-то работу, Артен поступил на ткацкую фабру. Правда, у немцев даже тогда хватило мозгов не поставить его за ткацкий станок, ученый был великий, а отправить его, что называется, в научную лабораторию. И в результате этого, я уж не знаю, ткацкое дело на самом деле приобрело ли что-то, но в результате этого он создал теорию КОС, которая с тех пор называется теория КОС-Артина или группы Артина или группы КОС. И давайте я вам объясню картинку, из которой все станет совершенно понятно. Значит, господа, когда я рисовал вот эти стрелки, то меня интересовало, какое число в какое перейдет. Согласны? Замечательно. А теперь небольшое, что называется, дополнение к этому. Представьте себе, что это не стрелочка на доске, а настоящая веревочка. Вот веревочка прямо протянута отсюда сюда. И здесь тоже протянута веревочка. Вы понимаете, что тогда вам потребуется в этом месте указать над или под она пройдет. Согласны? Замечательно. Артель придумал следующую вещь. Он придумал, что когда у вас есть две точки вверху и две точки внизу, то мы можем пройти либо вот таким образом, то есть вот эта веревочка под вот этот, либо мы можем как пройти? Наоборот. либо мы можем пройти наоборот. Замечательно. А теперь вопрос. Понимаете ли вы, что если у вас есть много точек, здесь у меня семь точек, рисую, честное слово, случайную картинку. Так, согласны, что это достаточно запутанная штука? Да. Это достаточно запутанная штука. Но что здесь важно? в каждой точке у нас начинается линия какая-то, в каждой одна, в каждой точке заканчивается одна линия, и эти линии никогда не делают вот так. То есть линия может сколь угодно запутанной быть, но она все время движется вниз. То есть может идти немножко в сторону, в любую сторону, насколько угодно, но при этом никаких подъемов. Она все время движется сверху вниз, может быть одновременно выписывая какие-то движения по горизонтали. Вот это называется коса. Здесь, конечно, гораздо более простая коса. но если вы мысленно проведете вот такие вот линии, увидели, что я написал? То знаете, что произойдет? Можно так эту картинку чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть эти веревочки буквально на долю миллиметра подвинуть, чтобы на каждом уровне было только одно пересечение. И когда вы проведете много горизонтальных линий, то у вас можно сделать так, чтобы между каждыми двумя горизонтальными линиями было бы ровно одно пересечение. Вот здесь у меня в центре поменьше пересечения, поэтому я так нарисую. Все поняли идею? И в результате получится, что изучение такой сложной картинки сводится к изучению большого количества таких вот штучек. Так вот, Артин понял, что между вот этими штуками есть совсем простые соотношения, которые называются соотношения Артина. Я сегодня буду рассказывать ни о посох, ни об Артине, и даже ни о произведении перестановки. Я буду рассказывать задачку, которую в крае эти самые перестановки придумал Дональд Кнут. Продолжение следует...